Совет Федерации разрешил призывникам заключать контракт о прохождении службы ФСБ. То есть, видите, можно выбрать, что служить в этой преступной организации. Жуткие дела. Я думаю, сейчас масса отмороженных туда бросится. Понимаете, вот потрясающая ситуация. Раньше в войсках КГБ могли служить только избранные. Кто прошел там всякие проверки, обладает исключительным здоровьем, интеллектом. Потому что приходилось тесты проходить. И все, все, все. То есть, зрение должно быть идеально. Как в космосе. И при этом еще там никаких родственников за рубежом. Ничего, ничего не должно было быть. Поэтому отбирали единицы. А сейчас, видите, туда никто не идет. Они хоть призывников каких угодно давали вперед. ФСБ подписывает контракт. Вы знаете, какая разница между ФСБ и КГБ? Как небо и земля. Первую подлодку-носитель посейдонов передали в ММФ. Ну, я думаю, что посейдонов нет никаких. Подлодку передали в ММФ. Ну, понятно, что она пока еще не в рабочем состоянии. То есть, ее сейчас будут обкатывать, чтобы там еще делать какие-то вещи. Понятно, что нужно было такой, как бы, показательный нужен был вариант. Сказать, вот видите, мы сейчас лодку спустили. То есть, передали. Она уже давно была спущена. Все, сейчас она начнет на себя грузить эти посейдоны. Приедет там в Атлантический океан или в Тихий океан. Эти посейдоны там взорвутся и уничтожат Соединенные Штаты гигантскими волнами. Ну, ничего подобного не будет, я смею вас заверить. Но применить ядерное оружие Путин может и должен и хочет. Поэтому это будет. МИД РФ утверждает, что США просили признать воюющих на Украине американцев комбатантами. Очень интересно. Ситуация, когда про комбатантов, ну, то есть, про участников боевых действий рассказывают. Какие могут быть комбатанты, когда там нет войны, там спецоперации. Вот потрясающая ситуация, да? То есть, либо они должны войну объявить, да? Украина, я имею в виду, потому что Путин ее никогда не объявит. И тогда будет, в общем-то, уже набор юридических инструментов. СБУ заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащих России. Да не Россия, понятно, что путинцам. Россия ничего не принадлежит. Даже в России все принадлежит Путину и его шобле. Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свою землю. Ну, хорошо бы, если бы эти заявления не расходились с делом. Это очень было бы хорошо. Еврокомиссия блокирует кредит Украине на полтора миллиарда. Ну, понятно. Понятно, что Путин они ничего не блокируют. Фитерских чиновников попросили следить, чтобы беженцы из Украины не распространяли фейки о войне. То есть, это, я так понимаю, отдел образования Санкт-Петербурга разослал такие инструктивные письма, что требует сразу доносить силовикам, если украинцы будут распространять фейки. Ну, то есть, украинцы непосредственно получают информацию от своих родственников, знакомых и так далее. Рассказывают правду, это считается фейками, и, значит, нужно немедленно реагировать. Представляете, какая мерзость вообще жуть. В Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией. Я говорю, лучший забор, это была бы база НАТО вдоль всей границы. Я думаю, две, как минимум, базы. Ну, одна морская, конечно, одна авиационная. Ну, не только авиационная, понятно, что там всё могло бы находиться. Ну, и рядом, то есть, там должна находиться танковая дивизия, рядом танковые полки по всей территории, да, взаимодействующие части парашютиста и так далее. То есть, это, ну, я думаю, что сколько там километров, полторы тысячи километров граница, ну, было бы неплохо, если бы НАТОвцы там присутствовали силами, там, да, 300 единиц бронетехники, 30 самолётов, как минимум, ну, я имею в виду истребители, да, плюс там, ну, истребители и бомбардировщики, плюс транспортные самолёты, да, ну, и личного состава, бригада, как минимум, то есть, две с половиной тысячи человек, это минимально. Лучше, больше. Сейчас сказать, да, тут ракеты «Химорс», да, дальность стрельбы до 500 километров, а на русском окопатах. Понимаете, Александр, сказать одно, сделать – это совсем другое. Это совсем другое. Поэтому пусть они вначале дадут, потому что как-то… И вот пишут, что вооружённые силы России останутся на юге Украины, да, посол РФ Великобритании, Россия освободит весь Донбасс и вряд ли уйдёт с юга Украины. Ну, это иллюзия. Россия, конечно, уйдёт с юга Украины, Россия, конечно, уйдёт из-за многих мест, из многих. Очень многих. Россия развалится, разорвётся, как лоскутное одеяло, и наша задача – спасти хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Вячеслав Саратов, в какую республику войдёт? Я так далеко не могу заглядывать. Будут сейчас эпохальные события. Гибель России, которая называется. Это будет страшная трагедия. Гиркин тоже хочет войны в Украине, причём хочет войны как маньяк, а куда им одеваться? Он же понимает, что его как бы песенка спета, блядь, за сбитый Боинг, за другие художества, его точно никто не помилует. У него единственный вариант – двигаться в сторону Китая, там искать поддержку. И я думаю, что он со своими козлами так и будет раздавать Россию, Китай. А куда им ещё? Им больше некуда. И это очень серьёзно. Вячеслав, что скажете насчёт того, что русские горят своей родиной, а Украина сразу говорят, рашка, совок, ещё по-разному обзывают. А когда на каждом группе кричат, как по фене ботают, слава Украине, ничего не понял, суть вашего вопроса. Русские гордятся своей родиной, а украинцы не гордятся, что ли? Вы говорите, а украинцы сразу говорят, рашка, совок. Ну, а русские, которые сейчас воюют в Украине, они что говорят, бендеровцы и так далее? Что вы говорите? Я суть вопроса не понял. Они что, рашкой должны гордиться украинцы, которых сейчас молодец, убивают и так далее? Так что вы как-то сформулируйте, чтобы понятнее мне было. У меня не такие мозги, чтобы понимать, что вы думаете. Я, конечно, иногда понимаю, что люди думают.